Всем доброго дня, это Гелиос Сар и География просто. Учебник под редакцией Домогатских, 8 класс, География России. Параграф 17. Характеристики реки. Что такое исток и устье реки? Исток это то, где река начинается, устье реки это то, где река заканчивается, то есть впадает, например, в море или в какое-нибудь озеро. Но есть на планете Земля реки, которые как бы вроде как никуда не впадают, но на самом деле они, так сказать, уходят под землю. Какие бывают реки по характеру течения? Равнинные и горные. По территории России протекают примерно 2,5 миллиона рек. Они отличаются по своим размерам, водному режиму и водохозяйственному значению. Если нанести на карту все, даже самые мелкие реки, то другие географические объекты на ней изобразить будет очень трудно. Все пространство карты окажется занятым реками и речками. Карта бассейна Волги, вот она здесь на изображении, она очень хорошо, его называют Волжское дерево. И довольно отчетливо эта карта демонстрирует как раз таки то, что насколько же много этих самых речушек на территории России. При этом на этой карте изображены реки с длиной более 50 километров, а ведь есть и более мелкие, но здесь их уже не показывают. Для сопоставления и описания рек используются различные характеристики. Основными из них являются длина, площадь бассейна и водоносность реки. Некоторые из этих терминов вам уже знакомы. Длина реки – расстояние от истока до ее устья. Иногда длина реки определяется с учетом ее основного притока. Такая практика существует для крупнейших рек планеты. Когда длины главной реки и основного притока до их слияния почти не отличаются между собой. Или длина притока больше. Например, общая протяженность реки Опь считается не от ее русла, а от истока Иртыша. Потому что длина Иртыша больше, чем длина отрезка реки Опь от истока до места слияния. То есть, река Опь, она там в районе Сибири, если не ошибаюсь, проходит через Новосибирск. И от ее устья до места, где они сливаются с Иртышом, расстояние меньше, чем расстояние, которое проходит река Иртыш от своего устья до впадения в реку Опь. Поэтому вот такое своеобразное разделение. Бассейн реки. Территория, с которой в данную реку стекают поверхностные и подземные воды. Бассейн ограничен водоразделом. По разные стороны водораздела сток идет в разные бассейны рек. Обычно он проходит по вершинам горных хребтов, максимальным высотам местности, в пределах возвышенности и равнин. Водоносность реки. Количество воды, проходящее через поперечное сечение русла за какое-либо время. Проще говоря, водоносность это вся вода, которая проходит в каком-то определенном месте русла, собственно говоря, за какое-то определенное время. Обычно за год. То есть синонимом водоносности является средний многолетний или средний годовой сток. Реки, бассейны которых находятся в различных природных условиях, отличаются по источникам питания и режиму стока. Питание реки. Это поступление воды в реку из разных источников. У рек практически никогда не бывает только одного источника питания. Такими источниками являются дождевые, подземные, также талые воды от снега, которые образуются при таянии снега и ледника. Они формируют дождевую, подземную, снеговую или ледниковую составляющую питания рек. Большинство рек имеет смешанное питание, поскольку вода поступает в русло рек из нескольких источников. Один из них может оказаться основным, формирующим более половины стока воды. Значительная часть территории России расположена в пределах умеренного климатического пояса. Умеренный климат характеризуется отрицательными зимними температурами и устойчивым снежным покровом. Именно поэтому для огромного числа рек России основным является снеговое питание. В теплое время года в реки поступают дождевые воды. Дождевое питание рек является основным только на Дальнем Востоке, где летний муссон приносит со стороны Тихого океана очень большое количество осадков. Некоторые реки страны имеют и ледниковое питание. Крупными реками с ледниковым питанием являются реки, идущие с гор. Например, Катунь, Терик, Кубань. Они все текут недалеко от Кавказского хребта. Эти реки начинаются в горах, где в теплую часть года возможно таяние ледников. И сами горы достаточно большие, чтобы на их вершинах этих ледников было много. Количество воды в реках с ледниковым питанием очень сильно меняется в течение дня. Утром через такую речку можно перепрыгнуть или перейти ее по камням. Но если вы будете вечером возвращаться той же дорогой, вы эту речку не узнаете. Возможно, вам придется пройти по ее берегу большое расстояние, прежде чем вы найдете место, где рискнете переправиться на другую сторону. Настолько больше воды будет идти по руслу этой реки. Утром лед тает слабо, поэтому и воды в реке немного. Но днем таяние усиливается, и речка за несколько часов превращается в бурный поток. Подземное питание характерно для большинства рек страны. Правда, ни у одной из них подземное питание не является основным. Гидровогический режим регулярны. Суточные, сезонные, годовые изменения в состоянии реки. Прежде всего, режим реки проявляется в колебаниях уровня воды. То есть, в количестве воды в реке. Наивысший уровень воды в реке отмечается во время половодья. Половодье может продолжаться довольно долго, до нескольких недель. Оно происходит в определенное время. Различают реки с весенним и с летним половодьем. Весеннее половодье связано с таянием снега. Летнее половодье тоже может формироваться за счет таяния снега в бассейнах северных рек, где оно происходит не весной, а в начале лета. Ряд северных рек, впадающих в Северный Ледовитый океан, имеют такую проблему, что когда на верховьях уже весь снег растаял, то внизу еще стоит прочнейший лед. Иногда дело доходит до того, что приходится эти ледяные дамбы взрывать. Иначе под затоплением оказываются просто невообразимо огромные территории. Недавно были такие истории весной, что приходилось использовать аж военную авиацию для того, чтобы разбомбить некоторые дамбы из льда на северных реках. Летнее половодье может наблюдаться и на реках, имеющих ледниковое питание. Ведь таяние снега и льда в горах тоже достигает максимума летом, а не весной или осенью. Также на реках Дальнего Востока летнее половодье является результатом выпадения муссонных дождей. Период, когда в руслах рек находится минимальное количество воды, называется меженью. Межень чаще всего приходится на зиму или на лето, при условии, что летом господствует сухая и жаркая погода. За это время единственным источником, питающим реки, оказываются подземные воды. Для многих рек характерны паводки. Паводок – быстрое и нерегулярное увеличение уровня количества воды в русле реки. То есть, если половодье – это регулярное увеличение количества воды в реке, то паводок – это нерегулярное увеличение количества воды в русле реки. Повторим главное. Важнейшими характеристиками реки являются ее длина, площадь бассейна и водоносность. Реки различаются характером питания и режимом. Питание реки – это поступление воды в русло реки из различных источников. Такими источниками являются дождевые, подземные, а также тавые воды, образующиеся при таянии снега и ледников. Большинство рек России имеют смешанное питание. Гидрологический режим – регулярные изменения в состоянии реки. Наиболее ярко он проявляется в изменении количества воды в реке. Период с максимальным количеством воды в реке называется половодьем с минимальным меженью. Вопросы. Что такое исток реки, бассейн реки и водораздел? Исток реки – место, где река начинается. То есть, например, какой-нибудь небольшой родник, бьющий из-под земли. Например, так начинается Волга. Бассейн реки. Бассейн реки – это все реки, речушки, которые впадают в основную реку. Водораздел – это район, иногда это какие-то возвышенности, холмы, горы, которые, собственно говоря, разделяют два бассейна реки. То есть, с одной стороны какой-нибудь горы все речушки впадают в одну реку, с другой стороны уже в другую реку. Этот горный хребет и будет вполне себе официальным водоразделом. Хотя водоразделы есть и на равнинах. Чем межень отличается от половодья? Половодья – это когда в реке максимум, максимальное количество воды. А межень – это когда воды меньше всего. Назовите источники питания рек. Это может быть снеговое питание, это может быть дождевое питание, подземное питание. Или это может быть питание от, например, горных ледников. Что такое режим реки? Режим реки – это четко определенное время, когда река разливается, то есть, когда у нее половодье и когда у нее, наоборот, межень. Это и называется режимом реки. То есть, если река стабильно и регулярно разливается весной, и при этом осенью у нее, наоборот, очень мало воды, то это и будет режимом реки. В каких случаях длина реки указывается вместе с притоком? Если, так сказать, основная река от места впадения, то есть, места соединения с притоком до своего истока, она будет меньше по длине, чем ее приток, то тогда будет считаться именно основная река с притоком. Как это, например, с рекой Опь и рекой Иртыш. Иртыш впадает в реку Опь, но место река Опь от места соединения с Иртышом до своего истока, она короче, чем Иртыш, который впадает в Опь. Он более длинный получается. Но в месте река Опь, она сама по себе. В какое время года полноводные реки со снеговым питанием? Весной. Чем половодье отличается от паводка? Паводье – это регулярное повышение уровня воды. А паводок – это нерегулярное, внезапное повышение уровня воды. В горных реках очень часто после сильных ливнях бывают именно сильные паводки, когда вода резко и внезапно поднимается. Вerek агрегатия в соответствии сайенсом. Продолжение следует.